Пятый канал представляет Ух ты! Ух ты! Ой, старость не надо, да? Вам помочь? Что? Вам помочь? Да нет, что вы, я сам справлюсь. Давайте, давайте, не валяйте у дурака. Это вы надо мной смеетесь? Двусмысленно звучит! Меня Алена зовут. А вас? Как вас зовут? Алена. А меня, Паша. Сейчас, секундочку, отдохну и встану. Спасибо, Алена. Устали? Да что вы, так не очень. Но это скорее с непривычки. Это нормально. Потом освоитесь, будете получать огромное удовольствие. Я надеюсь, что буду получать удовольствие. Павел, а вы правда в полиции работаете? А что, не похож? Хотите удостоверение, покажу. Да что вы, я вам верю. Нет, ну давайте ко мне зайдем, я вам покажу свое удостоверение. Павел, да я вам верю. Алена, ну давайте, давайте просто зайдем ко мне, погреемся, чай попьем. Как вам такое предложение? Павел, я вас поняла, но чтобы не было недомолвок, у меня уже есть жених. Ну так-то я тоже. Тем более. Вы не обижаетесь, я надеюсь? Ну какие обиды, мы взрослые люди. Ну, тогда прощайте. Завтра уезжаю, рано вставать. Нужно успеть на автобус. Так а давайте я вас с утра подброшу. Я ведь тоже в город еду, ведь так-то только на выходные приехал. Это было бы замечательно. Ну и отлично. А тогда, может быть, сразу вещи мои загрузим. Я утром так ленись что-то таскать. То есть в итоге мы идем в гости к вам? Выходит так. Ну вот и чудненько, чтобы с утра не суетиться. Во сколько выезжаем? Я планировала в семь. Тогда завожу бурдильник на шесть. До завтра. Спасибо тебе, Арена. А тебе, Арена, спокойной ночи. Пожалуйста, я же все сказала! Нет! Кто там? Полиция! Чего? Капитан Агеев. Здрасте. А в чем, собственно, дело? А документы ваши, будьте добры. Сейчас, секундочку. Так а что случилось-то? Вчера ночью вас видели на парковке вместе с Аленой Титовой. Вы там были? Был. Вы же сами говорили, меня там видели. Значит, был. Товарищ майор, я прошу прощения, но вы задержаны до выяснения. В чем, собственно, дело? Так что, как говорится, ничего не предвещало. Можете что-то рассказать? Вы познакомились с ней здесь, на курорте? Да, вчера. Она собиралась сегодня уезжать. Я предложил подвезти, договорились встретиться сегодня в Северной парковке. Вот и все. Ну что же, проедем тогда в отдел, там продолжим. Слушайте, капитан, вы что, серьезно меня подозреваете, что ли? Ну, что бы вы делали на моем месте? Ладно. В таком случае я звоню своему начальству. Или хотите вы. Голованов Андрей Борисович, Петровская РВД. Ну что, я, вы? Да. Весело вы тут отдыхаете, смотри, Павел Ильич. Вот где шлюк-то. В Караганде. Молодцы, быстро подоспели. Да, Андрей Борисович, как узнал, сразу нас сюда отправил. Да, он все согласовал, дело нам передали. Ну что, как тебе, местные? Коллеги, что ли? Ну? Да не сильно впечатлили. Два часа расспросов-вопросов, а толку-то. Только время на меня зря тратили. С чего начнем? А, пожалуй, с вещей убитой. А где они? Они что, номер не обыскивали, что ли? Обыскивали. Столько ни черта там не нашли. Не было там вещей. Вещи у меня в багажничке. И не спрашивайте, как так получилось. Ну что, к каждому по сумке? А. Птицы-воромушки. Ничего себе! А вот это совсем другой расклад. В общем, местные на тему убийства Алены не распространяются. Была такая девушка, да и выехала. Куча народу приезжает и уезжает. И кто мы такие, что расследуем убийство, тоже никто ничего не знает. Ну, кроме Агеева, конечно. А это кто еще? Местный опер, который с удовольствием сбагрил нам это дело. Когда появляются такие деньги, это уже серьезно. Да? А убийство девчонки, это что, шутки? Тимур, я имею в виду, что когда появляются такие деньги, появляются серьезные люди. Это не просто парень из ревности свою девушку убил. А где тут можно пожрать, а? Вот ты! Итак, в отеле 50 номеров, 30 коттеджей, еще 4 поселка вокруг. С чего начнем, господа сыщики? Не организируешь? А нам вообще суточные полагаются? Ну, вообще-то как бы в командировке. А ты за суточные работаешь, что ли? Ну, да, не боже мой. Только за еду, походу. Так, все. Давай я это про еду потом. Есть такое предложение. Берем на живца. Надо, чтобы убийца узнал, что деньги у тебя в машине. Паша, ну, а сами каравулем, ждем и берем. Ну, и как ты предлагаешь? Объявление расклеить? Ну, а почему объявление? Не обязательно? Пашу никуда отпустить нельзя. Вечно куда-нибудь вляпается. И кого он будет искать там, на этом курорте? Там жюди приезжают, уезжают. Значит так, убитая Титова Алена, 28 лет. Закончила политех после института, никуда на постоянку не устроилась. Ну, так, перебивалась случайными заработками. Последнее время работала дизайнером интернет-проектов. Дизайнеры, интернет-проекты. Черт тебе что. Работать никто не хочет. Все сейчас дизайнеры и интернет-проекты. Вы про меня? И про тебя тоже. Потерянное поколение. Как сказал поэт. Это не поэт сказал, а писатель, Эрих Мария Ремарк. А ты мне тут ремарки не строй. Лучше скажи, чем они там занимаются. Я им звонил 10 минут назад, ужинали. Ужинали. Смотри, пируют они. Ну, конечно, убийцу-то искать это. Не по интернету скакать. Ну, и что-нибудь они там сделали, кроме ужина? У них есть план. Так, вы тоже погодите, до вас у тебя не дойдет. Слушайте, еще раз. Алена Титова, такая у вас проживала. Она уехала или не уехала, что? Я не знаю. Ну, она вам звонила сюда или нет? Нет, не звонила. Слушайте, а здесь кто-нибудь что-нибудь знает? У меня в багажнике ее сумка. Я ее собирался подвезти. Обещал, так сказать, девушкам. Так часто бывает, обещают что-нибудь. Она не появляется. Мне что делать? Мне в город ехать надо. Ну? Можете оставить ее здесь? Здесь у вас? Знаю я, как он пропадет, а мне потом отвечает. Да? Слушайте, ну, здесь кто-нибудь что-нибудь знает, а? Шапошников знакомится на лыжном курорте с девушкой Аленой. Ночью Алену убивают. Шапошников вызывает своих товарищей. В машине Шапошникова ее сумка с огромной суммой денег. Ночью оперативники устраивают засаду у машины. Добрый вечер. А что ищем? Да, просто жду. У моря погода? Документы будьте любезны. В чем, собственно, дело? Вот с нами пройдете и там все объясним. Коль еще режущая огнестрельная при себе есть? Нет. Получается, проверим. Ребята, да подождите, в чем дело-то? Ну, в остальном вроде бы чисто. Да, вроде никого. Ну, пошли. Ну, и как ты тут, компьютерный гений? Нашел что-нибудь? Да ничего не нашел, Андрей Борисович. Закопался я с биографией убитой. Если у нее оказалась такая сумма, она же откуда-то должна была взяться, правильно? Значит, у нее должны были быть какие-то контакты, не знаю, либо с криминалом, либо с бизнесом, друзья, любовники, что угодно. Ну, ничего, она чиста, как слеза комсомолки. Устал ты, Володя. Домой тебе надо. При чем здесь комсомолка-то? Да не знаю, так к слову пришлось. Андрей Борисович, я на секунду выскочу, сейчас подышать. Давай, давай. Сделай паузу. Обнулись. Нажми на пробел. Работает он. Ищет. Бабами интересуется. Сейчас мы поищем. Кто ищет, тот, знаешь, всегда найдет. О, пошло формат драйва. Значит, формат вперед двинут. Ну, давай. Так, что это стоп-даун? Кто даун? Погоди. Какой даун? Эй, ты! Фу! Знаешь что, Володенька, пора домой. Давай-ка завтра все это закончим. А сейчас все устали, пора домой. Так мне бы еще поработать немного, Андрей Борисович. Поработаешь завтра. Вот так. Вперед. И это приказ. Нет, ну если приказ, так знаешь, что одна голова хорошо, а свежее оно пободрее. Давай-давай-давай. Давай. До завтра. Вот так. Давай, проходи. Да, ребят, ну у меня... Да, мужики, ну слушайте, ну у меня свидание. Мне позвонила девушка, пригласила. Вот я и пришел. Что за девушка? Как зовут? Когда звонила? Так в том-то все и дело, я не знаю. Мне вот можете по телефону проверить сами. Позвонила, сказала, приходите часов восемь на парковку, там к машине, к моей, номер сказала, похихикала. Вот и все. Полосков Леонид Федорович. Да? Попал ты, Леня. В такое дерьмо. По самое по не хочу. Я тебе лично не завидую. Чего ж ты сам мне попытался выяснить, кто тебе все-таки звонит, а? Так, я не успел. Она мне сказала, что, ну, хочет встретиться. Ну, там, посмеялась и все, и отключилась. Ну, в смысле, телефона отключила. Ну, а я что, свободный, холостой, приехал отдохнуть? Мужики, ну что, мне нельзя с девушкой, что ли, познакомиться? Да, можно, можно. Все можно. Вот только одна неувязочка. Преступник звонил вам. А почему звонил, а? Господи, ну откуда я-то знаю? Вот, и я не знаю. Сигнализация. Моя, в машине. Антоха, сторожи его. Это приказ. Так, я... Ты сиди. На месте? Да. Ну, где он? Вон. Стой! 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 Стой, стримять буду! Похоже, добегался. Звони докторам. Может, и сделаем. Кто это вообще? А я по всем знаю. Стой! Ё-моё! Да? Заходи, Володя. Здравия желаю. А что это такой уставший? Как в воду опущенный. Да беда у нас, Андрей Борисович. Какая беда? А вы вчера мой компьютер не трогали? Нет. Ну все, значит у нас в отделе крот завелся. Какой крот? Ты чего, Володь? Не знаю какой, обыкновенный. Я сейчас компьютер включаю, а там диск отформатирован, вся информация уничтожена, все пропало. Да ну ерунда какая-то. И кому это надо? На кой? Я не знаю, но видимо перед тем, как все уничтожить и все стереть, видимо он информацию-то скопировал. А там же секретный материал, Андрей Борисович, там базы данных преступников, текущие дела, да? Агенты наши, ну все. Это для преступников золотая жила, а для нас это провал. Так все, Володя, ты знаешь что, ты не истери. И попробуй еще раз, может не все так страшно. Не знаю, Андрей Борисович. Может ты сам нажал не туда? Ну, припочит. Я то туда нажал. Я тебе говорю, еще раз попробуй. Компьютер это такая вещь, знаешь, она может включиться, может выключиться. Иди. Ну ладно, попробую. Ток, ну погоди ты. Да не могу, я жрать хочу. Да сейчас вот ребят придут, ну вон уже идут они. Ну что, как там местные, установили личность погибшего? Ой, не спрашивай, Зимур. Полночи с этими бумажками провозились. Лучше расскажите, как там наш задержанный-то. Ну сидит, у нас в коттедже. Сидит, ну вот иди, Антоха, отпускай его, приманка по ходу только. Или сначала пожрем. Да, вот это хорошая идея. Ну так. Благодарю. Личность погибшего местной не установили, документов при нем не найдено. Кузе нужно фотку скинуть, пусть пробьет. Паш, открой фото Алены. Зачем? Надо. Чем-нибудь быть еще? Да, блинчики, это конечно все замечательно. А вы можете мне там беточки приготовить, а? Да, конечно сделаем, нет ничего проще. Извините, а можно кого-нибудь из администрации позвать? Я директор. О, да? Чудесно. Слушайте, у нас такая ситуация. Наш друг тут у вас влюбился в девушку. Номер забыл взять. Мы ее теперь ищем. Дай телефон. Да не надо, Дима. Давай, давай, давай. Я хорошо покажу вам. Дай сюда. Вот, посмотрите, какая красавица. Нет. Ну откуда? Тут столько народу приезжает, уезжает. А, жаль, а мы хотели столик заказать. Завязывай тебе, говорю. Извините, не надо никакого столика, извините, мои друзья. Паш, мы найдем ее, не переживай, мы найдем. Молодец. Ладно, главное, что сумка у нас. Они об этом знают. Кто-нибудь да объявится. Надо, кстати, ее в коттедж перенести. Ну да. А пока придется ждать и присмотреться к отдыхающим. Осторожно. Вы не ушиблись? Нет, все в порядке. Давайте помойку. А вы чего же не катаетесь? Да, вы что, я тут постоянно буду падать тогда. Я же не умею. Ну, это что-то все несложно. Да, я вижу. Осторожно, давайте. Я, кстати, Дима. А меня Вера зовут. Очень приятно. Я тоже. Давайте помогу. Вы можете быть свободным. Извините, что задержали, но сами понимаете, служба. Да понимаю, конечно. Идиотская шутка. Так, а скажите, а вы случайно вот этого персонажа не видели? Сейчас, да. Да, конечно, видел. Только он, по-моему, не турист был. Ну, в смысле, не лыжник. Вид у него был какой-то, не знаю, посторонний, что ли. Он с женщиной с какой-то разговаривал у кафе позавчера. А случайно не она? Да, она. Угу, понятно, спасибо. Ну, я могу идти? Да, можете идти. Спасибо. Спасибо вам. На лыжном курорте убита 28-летняя Алена Титова. В ее сумке обнаружена крупная сумма денег. Шапошников устраивает засаду, и неизвестный преступник приходит за деньгами, однако при задержании гибнет. Свидетель узнает погибшего и говорит, что за день до гибели он видел преступника с Аленой. Я сейчас проверю все звонки на телефон вашего Полоскова и определить номер, с которого ему звонили. Ерунда делов. Да, конечно. Ну, ну. Ну, что, Володенька, как дела? Удалось починить? Нет, Андрей Борисович, ничего не работает. Даже не знаю, что делать. Ведь все базы, все базы, понимаете? Вот сейчас ребята звонили, я им даже помочь ничем не могу. Володенька, ну, ты попробуй, и потом ты говоришь насчет крота. Ну, какие у нас кроты? В отделе людей-то всего. Ты да я. Ну, как знать, Андрей Борисович, как знать. Ну, ладно. Ты работай, работай. Не буду мешать. Набери Дима Красавченко. Алло, Дима? В общем, записывай. Последний звонок на телефон Полоскова был от Данилова Василия Петровича. Ну, как я его пробил, да? Скрытый номер, и я через оператора. В общем, Данилов Василий Петрович, холост, он у вас там инструктором по лыжному спорту работает. Зарегистрирован поселок Красненький, Ленинградская, 8. Да, Вов, я понял, спасибо большое. Все, давай, пока. Извините. В общем, здесь я стараюсь частенько бывать. Вера, а может быть, посоветуете к кому обратиться, ну, чтобы тоже попробовать на лыжах? Да, конечно, я вот занимаюсь у Данилова. Отличный профессионал. А познакомите меня с ним, буду благодарен. Вот он, вот он, кстати. Василий Петрович! Здрасте. Здрасте. А я вот тоже хочу попробовать. Научите? Данилов. Дима, без проблем. Скажу я вам, этот Данилов классический подозрительный тип, как в учебниках. Ну, точно. Открытое лицо, приветливый взгляд, точно подобранные слова и прям, ну, сама любезность. А в чем тогда подозрительный? Вот тоже, вот ты вот ни капельки не сыщик. Кстати, в нашей компании ты единственный, кто не кажется подозрительным. Это почему это? О, пришел. А потому что каждый преступник шифруется, а у тебя вид, ну, просто порядочного человека. Вот, вот, согласись, Дим, вот ты крепкий, небольшой словарный запас, мрачный взгляд, из-под лобья и еще неприкрытая агрессия. Так что, могу продолжать, Дарья? Продолжать? Если будешь продолжать, то ты столкнешься с реально неприкрытой агрессией. Так, завязываем базар. Начальство, слушаем? Ну. Вы пока тут физиогномистикой занимались, я кое-что выяснил по убитой Алене Титовой. Значит, первое, коттедж она сняла на целый месяц, а уезжать собиралась через два дня. Странно? Странно. Ну, а второе? А на второй биточке, которую ты сейчас утро в кафе заказал. Тихо! А второе, оказывается, приезжала она сюда ежегодно и довольно часто. А хозяин кафе нам что сказал? Не помню, не видел, не знаю. Тоже странно. Да, тот он мне сразу не понравился. А есть еще третья? Есть и третья. Опера Геев подсуропил. Позвонил, говорит, сосек машину Титовой в ста метрах от дома Данилова. Это вот в соседнем поселке. Так надо брать Данилова и колоть. Думаешь? Ну? Согласен с Тимуром. Не понравился мне этот Данилов, что-то он темнит. Ладно. Атоха, остаешься здесь, сторожи сумку, а биточкой мы тебе принесем. Вот это спасибо. Данилов? Так он уехал час назад домой. Так вы чего обедать-то не идете? Биточки для вашего друга как раз готовы. А я, в смысле, уехал час назад? Да. Так вы придете? А то я скоро закрываюсь, останется ресторан и ночной бар. Нет, чуть позже. Слушай, третий раз звоню не берет. А калитка-то открыта? Мне кажется, грех не зайти. Ну, давайте потихонечку. Парни! Парни! Ну, что-то такое я и предполагал. Огнестрел в голову. Причем свежий. Судя по почерку, тот же киллер. Ну, что, пойдем? Дом осмотрим. Да, идите, на всякий случай, я группу вызываю. Убита девушка. В ее вещах крупная сумма денег. Бандит, попавшийся в устроенную шапошниковым засаду, гибнет при задержании. Подозрения падают на инструктора по горным лыжам Данилова. Но и его задержать не удается. Он убит во дворе собственного дома. Почерк убийств говорит о том, что действовал один и тот же человек. Да. Вызывали, Андрей Борисович? Заходи, Володя. Присаживайся. Что у тебя нового? Говори. А то у нас дело-то стоит за два дня три трупа. А наши ребята только жрут да на лыжах катаются. А мне, похоже, удалось выйти на графа. Да ладно. Этого графа же никто в глаза не видел. Ну, если его никто не видел, это же не значит, что его не существует. Верно? Да. Но граф-то легендарная личность. Грабит бандитских авторитетов. Его который год ни бандиты, ни полицейские взять не могут. А как ты на него вышел? Ну, я установил личность погибшего при задержании. Ну, по поиску изображения удалось найти его фотографии. Там, в Испании на пляже, в барах, в банях, в ресторанах. И на всех фотографиях он в компании известных нам бандитов. Причем, одного из бандитов два месяца назад взяли, и он дал показания. А так вот, арестованный показал, что в Испании встречался с авторитетом по кличке Роса. И Роса член банды Графа. Ну, Володя, если ты вышел на Графа, и если мы его возьмем, этого чертова Монте-Криста, тогда всему отделу премии, а тебе я буду хлопотать о присвоении внеочередного звания. Спасибо, Андрей Борисович. Только мне очень трудно сейчас. Ну, основной компьютер это до сих пор не фурычет, а там все базы. Володь, я тебе хотел сказать, я тут вспомнил, может, я в твоем компьютере что-то случайно нажал. Ну, бывает такое. Ну, ты меня прости, если что. Да ладно, Андрей Борисович, ну, о чем разговор? Единственное, ну, мне бы с компьютером дома поработать денька два или три. Давай дело закроем, и будет четыре дня. В идеале неделю. Неделю? Да, неделю. Давай насчет недели мы подумаем. Это кто? Это я, соседка ваша, по коттеджу. Он здесь живет, то есть жил. Уже лет десять, я его отлично знал. Ну, вообще, что за пассажир этот был, Данилов? Знаете, отличный мужик был, правильный. И в чем заключалась его эта правильность? Ну, что называется, законопослушный, никаких косяков. левую работу брал, да, а кто сейчас на зарплату может прожить? И что, и вы не можете? Да не обо мне речь. Я, да, мне хватает, если вас это интересует. У меня... Тимур, не уводи в сторону. Давайте вернемся к его этой правильности. И что, никаких у него подозрительных знакомых не было? Знакомых у него много было. И очень разных. Он давал частные уроки. И приезжали всякие богачи. Но Данилов, он только делом занимался. Только лыжами. Он мне сам говорил, что близко к себе никого не подпускает. Вот. Либо дело говорил, либо дружба. Вот. А зарабатывал прилично, да, и держал под контролем на курорт. В общем, несколько раз сообщал мне о разных подозрительных персонажах, которые кататься приезжали. О! Получается, он вам стучал? Нет, он не стучал. Он хотел, чтобы на курорте был порядок. Такое вас устраивает? С убитой Аленой Титовой он общался? Да понятия не имею. Никогда я ее здесь не видел. И он про нее ничего мне не говорил. Данилов не криминальный тип, это я вам точно говорю. У меня глаз наметан. Да, я вас искала, вас из полиции, хоть кого-нибудь из полиции. Откуда вы знаете, как это дети? Да уже все в округе говорят. Что-то случилось? Я не знаю, может быть. Данилов. Так, что Данилов? Он пропал. Мы договорились с ним встретиться. С какой целью? Какая разница, с какой целью? Большая разница, с какой целью. В гости к нему мы собирались. Я его в кафе ждала, а он не пришел. Может, передумал? Нет, он должен был прийти, я знаю. А когда мы договаривались, ему кто-то позвонил. И он как будто испугался. Ему кто-то угрожал. А кто угрожал? Или он сам вам сказал? Нет, я по лицу поняла. Он разговор замял, побледнел, и мне такой быстро, да-да, конечно, приходи, и ушел. Я его с тех пор не видела. И он трубку не берет. Ну и какого ляда ты отпустил ее? Что мне, спать с ней, что ли? Вон сумка при мне. Я ей сказал, чтобы в номере сидела. Ну что, ты же не мог нас дождаться, что ли? Так, ладно, господа опера, теряем время. Пошли к Вере. Пошли. А ты здесь будь. Сумку сторожи. Чуть что, сразу ветром. Тихо ты не топчи! А что, вызывай группу? Да подожди ты, я думаю, не нужно. Что-то нет у меня к местной полиции доверия. Все у них какие-то правильные, законопослушные. Нет, я не думаю, что Агеев коррумпирован, конечно, но, либо он замотался, либо просто непрофессионал. Значит так, ищем ее. Уверен, что жива. Если бы хотели убить, убили бы здесь. А теперь давай на пяточках обратно. На пяточках! Черт. Ну и что? Работаешь, Володя? Ну, как видите, Андрей Борисович, ну вот, тяжело. Нужно вот это все довести до ума. Повезу домой. Ну и что? Неужели все данные с компьютера вот так вот утеряно безвозвратно? Все базы, Андрей Борисович, все базы. Ой-ой-ой. А я, Володенька, поговорил с дочкой, она тоже кое-что в этом понимает. Угу. Сейчас же знаешь, все дети в компьютерах сидят. Да. Так вот, она говорит, что у любого профессионала все данные всегда бикаптятся. Ну, в смысле, дублируются. Ну, если дочка, то... Так вот, и она говорит, если данные не бикаптятся... Бикаптятся. 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 То тогда ваш компьютерщик либо непрофессионал, либо врет. Так вот, ни в том, ни в другом разрезе я с таким компьютерщиком работать не буду. Андрей Борисович... Что Андрей Борисович? Что Андрей Борисович? Что ты мне голову-то морочишь? Ну, нажал я, старый дурак, не на ту кнопку, и что? Короче, объяснительную на стол. Андрей Борисович, ну... Сейчас же! Алло! Ну что, Володь, получилось? Что ж? Сейчас, найду я твою Веру. Меня тут Андрей Борисович от дела оторвал. Кто это тебя оторвал? Андрей Борисович. Объяснительную. Ну вот, пишу, пишу. Сейчас. Да что ж такое-то, тупик что ли? Никого и нигде, и Соколов этот пропал, ни здесь, ни дома. И погода меня это бесит, то снег, то дождь, а? Ладно, Паша, успокойся, сейчас Кузя определяет геолокацию телефона Веры. А, что-то долго он определяет. Определяющий кто же. У меня просто нет слов. Я не понимаю, Володя. Сейчас напишу, Андрей Борисович. Еще просить отгулы за это наглое вранье. Сейчас напишу. Ну это же мошенничество, Володя, это чисто издевательство. Да помолчите одну минуту, Андрей Борисович. Павел Ильич, нашел я ее, она, ну вернее ее телефон, она рядом с вами, метров пятьсот. Я по карте смотрю. Сейчас скажу точнее. Еще и затыкает меня. За мной. Хорошо, хорошо. Приехали. Готов. Кхе. Тут все растаяло. Ладно, мне пора. А ну-ка стоять. Да, что хотели? Поговорить хотели. Турист. Ага. Ах, вот ты как заговорил. Лыжник, че ты на людей-то с ножом бросаешься, а? Назовешь свое имя или нет? Уже походу не назовет. Айкин, ты на землю. Руки, руки, кто меня видел. Ты как, нормально? Он меня бил. Вот чем ты, значит, занимаешься тут. Вместо того, чтобы беточки нашему товарищу готовить. Я никого не убивал. Это все граф, это он все. Да, а что же не царь-то, а? Ну, где он, кто он? Это Полосков, турист. Он убил всех, а я просто деньги прятал. Я не знаю вашего графа, отпустите меня. Тихо, тихо, успокойся. Это ты Полоскову звонила? Да, да, я звонила, меня Данилов просил. Говорит, давайте, Вера, подшутим над моим приятелем, вот я и позвонила. Понятно. Ладно, пойдем со мной, мне все расскажешь. Пойдем, осторожно, пойдем, вставай. Дверху-то прикрой. Понял. Да, то, что, петочки хочешь? А мы тебе сейчас целого повара приведем. В смысле? А, да ты что? Ага, ну давай. Ты представляешь, десантник-то наш, взял Полоскова, ждут нас в коттедже. Ну, продолжим. Это Полосков, он схему придумал. Ага. Данилов Данилов был наводчиком, к нему приходили богатые клиенты, ну, бизнесмены, бандиты. Он, он входил в доверие к ним, и потом узнавал адреса, а потом Роса, ну, Росовский и Полосков грабили. У Росовского целая бригада была, а потом они деньги сюда приносили, мы их делили. Титова Данилова ты убил? Нет. Не верю! Нет, не я, это, это все, это, это все Полосков. Мы, мы с Аленой были любовниками, а потом она запала на Данилова. Ну, не знаю, может быть, хотела его поставить, она же сумку с деньгами у меня украла, а потом еще машину оставила здесь, в поселке, чтоб граф думал, что она здесь, но я никого не убивал. Нехорошо, тренер. Мало того, что ты Алену нашего повара увел, вы еще решили на пару наши баблы принять. Какая Алена, граф? На что она мне? Машина ее почему здесь стоит, в поселке? Так она ко мне клеилась, то да сё, чай и кофе потанцуем. Только она мне надо с Соколовым ссориться, да с тобой. А с бабой, что с этой? С какой, с Верой? Ну да, что она знает? Да ничего не знает, просто телка, симпатичная, смешливая такая. С ментом, о чем тер? Да ни о чем я не тер, подошел к Сиву, показал то да сё, мужики, вы меня сто лет знаете, граф. Хотели с Аленой нас кинуть. Это он хотел кинуть, граф, он хотел. Я? Ты что, ему веришь? Я же с самого начала с тобой, граф, зачем мне тебя предавать? Да я никому уже не верю. У меня одна проблема, светиться нельзя. Поэтому с бабой с этой сферы поговоришь ты про Алену, про бабло, во всем. Ладно, верю. Уводи его, Тимур, к местным определяй. Ну что, пошли? А мы пока с Полосковым покалякаем. Ты что думал, что мы такие идиоты, что деньги здесь оставили? Ну, жадность-то совсем мозг отключила, да? Да мы их той же ночью курьером отправили и не светились, как ты, граф. Не, ну история с телефоном мне понравилась. Что, звонок был, да, звонила девушка, номер не определяется, класс. Класс. Только вот недооценил ты нас. Наш спец быстренько вычислил номерочек-то этот. Ну, задумка-то хорошая? Хорошая. На случай захвата алиби. Тонк, одобряю. И ножом. Ты действовал профессионально. Сразу видно, армейская подготовка. А что ты себя ботаника-то строил, а? Да, служил. Заметил, да? Какой молодец. Служил, товарищей хранил. А когда вернулся сюда, здесь банкиры со шлюхами жируют, гуляют. Ой, ой, только не надо в благородство играть. После армии ты в Испанию уехал, где сколотил банду с такими же негодяями, как ты. Главное, все думали, что главный у них Рассовский, а на самом деле главный кто? Кстати, эта фотография с Рассовским из Испании нам очень помогла. Да, мы подключили Интерпол и выяснили, как вы там орудовали. А когда вас присонула местная полиция, вы сюда вернулись и стали грабить только тех, кто замазан в криминале. Поэтому и заявлений в полицию не было. Только мифы ходили и слухи между бандитами о неком неуловимом графе. Кто же мне граф? Граф-жираф. Да. Андрей Борисович, объяснительное. Извините меня. Тут тебе, Володя, не детский сад. Простите, извините. Короче, выражаю тебе благодарность за оперативность в поисках преступников. А вот чтобы вот эти аферы в последний раз. Понял? Так точно, Андрей Борисович. Все, иди. Дело закрыто. Верочка, а чего мерзите-то? Садитесь, до города подвезем. Да нет, спасибо, я уже такси заказала. Ну так может тогда к нам? Места есть. Да нет, мне как-то неудобно, у меня такси скоро подъедет. Ну не судьба. Что? Берегите себя, до свидания. Слева. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть улыбнется Сияющий Бог Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова